Обвал рубля. Черный вторник, подешевевший нефть и подорожавший доллар и евро. Год 2014 уходит, оставляя после себя неприятные кризисные послевкусия. Россияне уверены, что от рубля нужно избавляться, а потому покупают доллары, машины, телевизоры, гречку. Кому что по карману. Предприниматели общественную истерию используют с выгодой для себя и искусственно завышают стоимость товаров, купленных еще по старым ценам. Мы спросили у прохожих на улице, ощущают ли они кризис на себе. Хотели приобрести холодильник, то есть цены скачали в 50%. Ждем, пока упадет. Нет. То, что рассчитывали, уже не получается. Ну так, магазины пустуют, все скупают, несмотря на то, что кризис. Ощущают те, у кого есть какие-то сбережения в большом количестве. Они, в принципе, можно сказать, и рискуют с одной стороны, потерять в принципе все. По большому счету все вкладывают либо в недвижимость, либо в транспорт. То есть в какое-то определенное имущество. Но на себе, по крайней мере, у меня сбережений нет. Ощущений таких нет. Кризис нет там, у банкиров, у кого-то. А у простых людей нет кризиса. Как жили, так и живем. Ну, что-то стало подороже, что-то не хватает. А в основном это 98-й год и не 2008-й год. Мы уже третий раз это переживаем. Минувшую субботу обсудить тревожную обстановку собрались и ивановские предприниматели. В неформальной беседе за завтраком известный ивановский бизнесмен Кирилл Игнатьев рассказал о том, как он видит ситуацию. По сути, кризис для предпринимателей – это как естественный отбор. Одни будут действовать уверенно, самостоятельно и смогут удержать свой сегмент. Другие, напротив, потеряют свой капитал. Вопрос из зала, стоит ли покупать валюту. Ответ неоднозначный. Я могу прогнозировать, я вам выше сказал, на три дня максимум. Иногда в режиме дня. Все, что дальше, это имеет такой немножко характер казино. И дать правильный прогноз никто на среднесрочную перспективу, а сейчас даже 10 дней это среднесрочная перспектива, не может. Я уверяю вас, никто не может, Центробанк не может вам дать. Можно иметь какой-то инсайд по части регулирования, и он может как-то повлиять на прогнозирование. У нас такого инсайда нет. Однако заглянуть правде в глаза и прогнозировать все же пробовали. В январе месяце мы выйдем из достаточно долгосрочного количества дней, в которых будет работать весь мир, а мы будем просто отдыхать. И я думаю, что у нас доллар будет порядка 90 рублей, не меньше. Это очевидные вещи абсолютно. Но есть и хорошая новость. Кризис – самое время для начала бизнеса. Многие успешные предприниматели заработали свой первый капитал именно в непростое для экономики время. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.